В эфире программа iNews в студии Максим Никитин. Самые интересные новости из мира науки и высоких технологий прямо сейчас. Беспилотное такси без руля и педалей. Флешка сделает умным даже самый глупый телевизор. Некоторые рыбы могут узнавать себя на фото. Открытие японских ученых. В Калифорнии тестируют беспилотное такси от компании ZOOX. Автомобиль предназначен для перевозки четырех людей и пока что ездят только по улицам Фостер-Сити. Машина находится в разработке уже 10 лет. Она изначально была задумана как автономное такси, поэтому традиционных органов управления в ней просто нет, в отличие от переоборудованных автомобилей конкурентов. Основа ZOOX заключалась в том, что лучший способ улучшить транспорт и повысить безопасность на наших дорогах – это переосмыслить все возможности передвижения. Управление специально созданным автомобилем в полностью автономном режиме и без участия водителей – это настоящий подвиг конструкторов и инженеров. Кульминация многолетней напряженной работы. Автономный шаттл длиной чуть больше 3,5 метров, высоту – почти 2. Машина оснащена комбинацией камер технического зрения, радаров и лидаров для передачи данных об окружающей обстановке в бортовую компьютерную систему. Пассажиры попадают в салон через раздвижные двери и устраиваются на сиденьях лицом к лицу, пристегиваясь ремнями безопасности. Сообщается, что автомобиль ZOOX способен двигаться на одной зарядке до 16 часов. Максимальная скорость автомобиля – 56 км в час, но по местным правилам дорожного движения он может ехать не быстрее 40. С таким электромобилем компаниям больше не нужно будет нанимать таксистов – всю работу будут выполнять роботы. Специалистам предстоит понять, как машина поведет себя в пробках и при плохой погоде. Следующий этап – получить разрешение у правительства на полноценное внедрение ZOOX. Если все завершится успехом, в США появится новый вид такси без водителей. В Россию привезли флешки для телевизора от Xiaomi. Этот гаджет поможет сделать умным даже самый глупый телевизор. Устройство подключается к телевизору через разъем HDMI. После подключения отобразится другой интерфейс на базе системы Android. Приставка нужна тем, кто хочет расширить возможности своего телевизора, например, просматривать не только телепередачи, но и фильмы в онлайн-сервисах. Также, если вы заметили, что ваш умный телевизор стал тормозить, приставка возьмет всю работу на себя, сделав просмотр контента более комфортным. Устройство поддерживает отображение видео в формате 4К, а также вывод звука в Dolby Atmos. Гаджет имеет встроенную оперативную память 2 плюс 8 гигабайт, что позволяет скачивать и устанавливать приложение через Google Play. Еще одна особенность новинки в том, что приставка полностью заменяет пульт дистанционного управления. Родной пульт от телевизора можно убрать, он не пригодится. На замену ему придет устройство от флешки со встроенным микрофоном и поддержкой голосового помощника. С помощью голосовых команд можно запускать просмотр фильмов или открывать нужные программы. Производители оценили новинку почти в 4000 рублей. Рыбы могут узнавать себя на фотографиях. К таким выводам пришли японские ученые. Для исследований ученые взяли рыбу кубана, которая крайне неприветливо относится к чужакам на своей территории. Однако, когда рыбка видела в зеркале себя, то не атаковала изображение. Более того, когда ученые намеренно испачкали ей горло краской, рыбка увидела это в зеркале и стерла ее. На следующем этапе испытания перед рыбой поставили 4 фотографии, и только на одной из них было лицо испытуемой рыбы. Всех других участница эксперимента атаковала, а свое изображение не трогала. Это однозначно указывает на ее способность различать собственные изображения, считают ученые. Но есть один важный момент. Такие результаты показали только те рыбы, которые до этого прошли специальное обучение, то есть уже видели свое отображение в зеркале и знали, как они выглядят со стороны. Рыбы, которые не обладали такой информацией, с тестом не справились, пытались атаковать все изображения с чужаками. Такое открытие говорит о том, что некоторые виды рыб обладают довольно высоким развитием ума, говорят ученые. Распознать свое изображение на фото или в зеркале также могут дельфины, обезьяны и слоны. А вот человеческие дети приобретают такой навык только к полутора годам жизни. Это были все самые интересные новости из мира науки и высоких технологий. Смотрите нас каждый день на телеканале Татарстан 24 и будьте в курсе всех новинок IT-индустрии. С вами был Максим Никитин, до новых встреч!